теней театр теней постановка дима маслюхина про грибочек да по сказке сутеева хлопайте пожалуйста на поляне у дорог вырос маленький гриб он грибочек непростой карточку принес с собой осень дождик все сильней спешит грибочку муравей я почти насквозь промок спрячусь быстро под грибок бабочка гриб уйдет здравствуй добрый муравей спрячь меня ты поскорей уж лететь я не могу ну конечно помогу вы меня друзья пустите пожалейте не гоните я совсем-совсем промок пустите под свой грибок хоть немного нам и тесно но тебе найдется место мышка крошечка бежит вся промокла и дрожит под грибок меня опустите я зебу а помните хоть немного нам и тесно но тебе ценность что-то шумно на поляне посмотрите это зайка спасите помогите за мной гонится леса спасите помогите а что они отвечают прячем с тобой грибок кто там кто там под грибком вы меня узнали отвечайте поскорей зайка не дали нет не дали лучше времени не терять побегу я дальше искать дождей кончился кваква выходи из грибка не пойму я что случилось как вы все тут поместились помогла большая дружба ты грибок благодарить то нужно у нас не первый снег я достаю зимние вещи вот как так я хранила всю зиму четыре варежки которые нет они не парные где пары куда делись пары за зиму и кто дед мороз сносила там я не знаю или домовой вот как так бывает что нету пары ну вот как так бывает сюда да так на открывая нашу коробочку и складывай мы будем играть в секретики ну-ка смотри это кто там выглядывает ну-ка доставай доставай первый секретик первый первый секретик так вон там выглядят так ну и что там написано вот я что это нужно думать надо надо вот я что это такое ты знаешь мне кажется я могу догадаться ты у меня тебе на ушко скажу секретик у нас была такая книга вот я пошли и поищем где эта книжечка вот я ну-ка издавая ее почитаем открываем так здесь должен быть следующий секретик вот я так вот вот мой дом а где твой дом дим ты в нем находишься да вот твой сад вот мой а где он твой курятник а где он твой курятник а где он твой курятник увидел ну и где он ну и где он вон он ага аккуратно его берем так ну читаем что там выполняя у нас там а вот письмену она писал дальше лохматый Лохмат. Дальше вот эта буковка. Т. И. Лохматый. Во. Во. Л. К. И. Д. 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 Ч. Идет. Т. По. По. Л. Л. Так. И стрелка. Ну-ка, положи, как она лежала. Так. И куда нам стрелка показывает? Вот сюда. Ну-ка, заглянем в эту книжечку. В. Вол. К. Волк. И. Д. Д. Идет. Так. Значит, нам нужно определение найти. Ну-ка, ищем лохматый. По одной страничке перелистывай. Л. Лох. Мам. Мам. Ну что? И. Д. И. Д. Лохматый. Волк. Идет по полю. Ну. По. По. Лю. Так. Ну, ищем теперь секретики. Питаем секретики. Р, Р, Л, Р, Р, Ре, Т, С, Ру, Р, Р О, А, А В Т. Авто. М, 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 О. Так, а это Би. Би, И, Ли. Ретроавтомобиль. Как ты думаешь, что это значит? Ретроавтомобиль. Пойдем в фазу спрашиваем. Пошли искать ретроавтомобиль. У тебя есть ретроавтомобиль? Нет. Как это нет? А ну давай в гараж заглянем. Ретроавтомобиль. И там сразу секретик. Отклеивай. Отклеивай. Давай. Читай. Ретроавтомобиль. Так. Ну что нам ретроавтомобиль подсказывает? Читай. С. П. Это П. Во. Ро. Давай это будет не секретики, а подсказки. Да, это секретики, подсказки. То. Спроси. Спроси. У. У. Ч. Ч. Во. С. Т. 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 И. Т. К. К. Спроси у чайвостика. А где твой чайвостик? Чайвостик. Откакиваем? Да. Кто там дальше у нас в очереди? Это кто? К. О. П. Б. Б. З. Я. На. Обезьяна. С. Б. К. С. 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 Дальше. Е. Е. Енот. Енот это оказывается. Угу. Так. Это что это они делают? А это кто прыгает? Ли. С. Лис. Так. А это кто? Посмотри какая хорошая книжечка. Ну. В. 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 Выдра. Вот сколько мы животных в очередь поставили, да? Выдра. Выдра. А это кто? Л. 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 Ленивец. А это кто? Ко. 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 Дальше. О. А. А. Ко. 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 Куда же они все стоят? В какую очередь? А? Ты не знаешь? Из-за слона. Все из-за слона. Так куда же они стоят? В какую очередь? О. Вот. Вот это да. Куда они стоят? Ха-ха-ха. Это они все на нем поместились? Да. Вот это да. Да. И что они сейчас? А. Они будут нырять. Смотри-ка. Вот это да. Весело, да? Здесь сейчас посередине. Ставь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять, одиннадцать, двенадцать, тридцать, четверть, пятнадцать, шестнадцать, восемнадцать, девять, двадцать. Двадцать, двадцать один, двадцать, 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 девять, тридцать. Всех посчитал? Да. Ну тогда пора нырять. Бул! Вот это та китовая петля Это аттракцион Буль-буль Теперь китовое погружение Китовый фонтан Это из животных, что ли, китовый фонтан? Вот это да Вот и все Это было весело Не хочу слезать Вот это да Где? Да вот тут написано Это что-то невероятное, это звери говорят Хочу еще раз Осторожно, смотрите под ноги Видишь, сходит уже, да? Все закончилось Вес из елова Вес из елова Мы сейчас пришли из садика У нас был утренник Мы вам сейчас покажем кусочек про грибочек И дальше еще с вами поболтаем А пока будем делать английский Раз мы же домой пришли То у нас тут, конечно, занятия и игры Are you ready? Yes, I'm ready Are you ready? Субтитры Блэк хаус Блэк пэнсил Я дверь сделаю Хорошо, у тебя дверь А как мне сделать дом? Как хочешь Это же твой дом Какой он у тебя высокий, большой Ровные линии получились? Я вам спит, быстренько скажу Я весь, конечно, утренник не буду монтировать вам Потому что, ну, он длинный Небольшой кусочек вставлю Мне кажется, вот эти вот детские утренники Они только интересны своему Своим родителям Ягоды, ягоды, ягоды Ягоды, ягоды Ну, в общем, все было хорошо Все это умилительно Ну, овощи мы там пособирали Да, там овощи от фруктов отделили Смотреть на своего ребенка И, конечно, он самый лучший Мы были воробушки Ну, он четко прочитал, конечно Очень громко Потому что половина детей Остальных вообще не слышно Что они говорят даже Можешь стучиться Почему-то стало грустно всем Будем мы все вместе веселиться Танцы подделали Пусть гуляют в парке целый день Ну, то есть, вот в таком духе В общем, все было интересно Вот и лучик Сказку он принес с собой Дальше, гость, гость, как-то сидит Слесит девочку молодец Я почти на скользко С пляжей до с тобой грибок Только встал он погребу Бабочка грибку идет Дальше, гость, гость, гость Спрячь меня только встал Грузить, я не могу Ну, конечно, помогу Скачет в окне в ноги Вы меня, друзья, пустите Пожалейте, не горите Честно, честно, я всем прому Путите под свою грибу Хоть и много нам и честно Ну, тебе найдется место Мышка, крошечка, бежит Мышка, крошечка, бежит Мышка, крошечка, бежит Хоть и много нам и честно Ну, тебе найдется место Что-то шумно на поляне Посмотрите, это зайка Помогите, помогите Помогите, я не знаю Мышка, крошечка, бежит Мышка, крошечка, бежит Вот и рыжая Что с орицами под грибком Вы меня узнали Отвечайте поскорее Зайца не видали Нет 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 Не терять Выбухли, а дальше я искал Я снялась за зайца Я снялась за зайца Лягушки, смотрите Вот и лягушки скачут А, ребята, что? Помогла большая дружба Да и лягушки скидали Благодарить науке Во время утренника Моего ребенка, значит, посадили Там как-то их распределили Сначала воспитатель Но потом я смотрю Так он в середине утренника Хопа, и пересел Причем так отжал место Такой, я здесь буду сидеть Вот так вот прям Но ему уступили И он там сел Я сначала не поняла А потом я поняла Он пересел к девочке Представляете? То есть он выбрал девочку А поняла я это по другому случаю То есть начали выводить детей танцевать И там, значит, две девочки схватились за одного мальчика Чтобы быть в паре с ним И одна его отбила у другой Ну и тот тоже, знаете, такой лопух такой Что происходит? То есть у него такие глаза А что я? Я ничего Вот, то есть ему было все равно Вообще мальчикам все равно Девочки, они активнее в этом возрасте Себе женихов выбирают Но видите, вот мой выбрал И когда вот они начали этот дележ И вернулись с танца опять на место Я поняла, почему Дима Значит, к этой девочке подсел И такой, знаете, так Помогает ей там чего-то То есть она там что-то крутится Вертится И она прекрасно все знает То есть вы представляете? Вот в садике уже все они понимают У них уже все это идет Я в садике прекрасно помню Что у меня были тоже Вот мне мальчик там нравился То есть уже вот какие-то вот такие эмоции И половое разделение Это вот как раз я созреваю У меня Мне скоро тема предстоит Про сексуальное воспитание детей Охо-хо Ну, в общем, вот оно Вот оно все на лицо Так что вот такой вот утренник Ну что, нашел? Все же что? Да, нашел А нас, знаешь, где было? Угу Да, тут сложно На кого это будет похоже? Да мне даже трудно предположить Но ты когда сделаешь Мы обязательно посмотрим Да? У нас тут две минуточки Пока Пифагорка будет Мы не можем Я не могу найти 48 Теперь 48 ищешь? Да Ну, я думаю, что ты найдешь Пока Дима на Пифагорке Мне нужно Косте купить бумагу Он купил мне бумагу? Какую? Какую? Для чертения, знаете? Такое ощущение, как у другой бумаги нет В общем, ну, я успею здесь быстро сгонять Я тут рядышком Я боюсь, что здесь всего полно к Новому году Ну, вот сейчас посмотрим А меня нельзя в такие места пускать Я так и знала Ах, заходите Вообще Просто Ах, какая прелесть Боже мой Вообще, по красоте Кручу светочувствительность Время Еще шести часов нету А уже очень темно Это вот как-то фонари А там очень-очень темно Ну что, конечно, я набрала Всяких штук Но я вам их не покажу Потому что я уже начинаю закупать Всякие интересные вещи Для Нового года Для новогоднего обмена Который у нас в этом году опять же будет Так что, в общем Провела я там Сорок минут За одной бумагой зашла Меня нельзя пускать в такие магазины Ну что, я поехала сейчас за детьми Один на английском, другом в Пифагорке Сейчас всех их заберу Одевай Собираются Какую? Вот эту? Конечно Еще осень Надо скейт убрать Для более холодной Когда еще Какая ветровка для более холодной? Ой, для более теплой Ну, мама еще, да Все путает Ну, вы мне расскажете Как там мышки-то бегали Подожди, где варежка-то вторая? Да, она там внутри Ты знаешь, что там актеры мыши будут, Дим? Да Интересно? Ну, папа Да Ну, глаза Расположены почти как с хамелеона Ох, хамелеона только больше глазки Они пошире расположены, да? Да Насекомых может быть Слышали о нем, да? Вот его фотографии Дедушка Дурма улыбается, да? Вот он с Ульсиками, да Он открыл театр давным-давным-давно Это было 8 января 1912 года Начнется Вот сейчас я Сейчас ребятки еще подойдут Я Сказывай, что понравилось-то Мне понравилось-то Что транспорты разговаривали Паровозик разговаривал там, да? И катер И катер, ух ты С друг с другом поговорили, да? Да Поехали Что там? Мышки И что они делают? Они не серые, а белые Белые, оказывается, бывают мышки Да Ну, раздевайся, давай, раздевайся Расскажешь Морская свинка? Мар Морская Это вы там сфотографировались, да? Да Не понятно А там еще и свинки были? Не, только мышки Ну, дай, посмотреть-то Его зовут Бублик Ну, понятно Вот это конверт Ага Одна фотография Понятно Три же здесь Ну, они три копии, да? А, то есть они один, одно этаж там, да? Да Две мышки, да? И Бублик Да Ну, как, тебе понравилось само представление? Да Смотрите, как железную дорогу можно сделать Да А что тебе больше понравилось? Железная дорога? А? Нет, как паровозик с корабликом поговорили Да Понятно Он из фотографии железную дорогу пообстроит Соединяет их между собой Да, я пытаюсь Знаете, хотела показать Купила обувь Диме на вырост Представляете, закрывается магазин Кто в жителе Королева Знает, на проспекте Королева Там такой детский был магазин И он закрывается И там на все 50% скидка Представляете, я решила, что я впрок возьму обувь Она мне обошлась тысячу рублей Просто фантастика Сейчас собираюсь Напаковываю В общем Книжки из библиотеки И даже не знаю Снимать ли про них обзор Потому что, ну Вот это вот я бы не сказала Что Храбрая портняшка То есть, ну здесь Какие-то такие фильмы Ой, фильмы, сказки Известные Ничего такого Особенного Чтобы прям обзор делать Вот Дональд Альвеатор У меня ребенок схватил Из-за Самолета Но на самом деле Так сказать, чтобы что-то в восторге Я Ну, что-то здесь рассказывается Ну, в общем Вот эта книга нам понравилась Жили-были тролли Лучшие друзья Мы ее прочитали Но все равно Вы знаете, что-то у меня Вот прям Чтобы делать обзор Такого нету Ну, в общем, сказка Такие Достаточно простые Так Это я Собираю Посылочку Тем, кто выиграл Тем, кто выиграл Нужно Скочить на почту И отправить Ой Так хорошо Уютненько В этом свитерочке Просто Замечательно Немножко Поснимала Что-то все Соединю Наверное В одно Потому что Каких-то у меня Нету таких Знаете Сил Какие-то вот вещи Такие обыденные Снимать Бытовые Что я делаю Каждый день И у меня Вчера еще было Родительское собрание С которого я пришла Я и так больная Не хотела идти Но у меня учителя Вот обязательно придите В общем Сложная ситуация Я вообще не хочу Конечно разговаривать Потому что Это нужно Всю историю рассказывать Она выстраивается У меня очень тяжело Потому что Костя у меня Очень эмоциональный У него сейчас идет Гормональное изменение Вот такие вот Сплески И на фоне наших эмоций На фоне наших всех этих Он значит Очень такой Проблемный ребенок В школе получается А школа не любит проблем И Была очень Такая странная ситуация То есть Я как Как хочу Я учителю это говорю Я говорю Если Костя Там допустим Что-то вам сказал Он говорит Вот он хамит Мне на уроке Я говорю Вы знаете Вот когда он вам На уроке Сегодня сказал что-то Вы напишите Замечание ему В дневник И я вот Когда что-то случилось Я в этот день Разберусь Знаете Что мне учитель ответит У меня слишком много Детей Чтобы я этим занималась Я не буду этого делать То есть она не будет Мне писать Я говорю А как же я узнаю То есть когда вы Вот так на собрании Просто говорите Голословно Я приду Домой И скажу Ребенок Ты хамишь Учителю Он скажет Когда А что я сделаю То есть он может Не замечать То есть если он Как-то вот это Сказал Там да То по своему мнению Он считает Что он нормально Сказал То есть нужно Разбирать Конкретную ситуацию В общем я не знаю Мы с учителем Говорим на разных языках Я ей говорю Да я поговорю С ребенком Я обязательно Воспитательные меры Приму А она мне говорит Я не буду вам Это Потом она И у нее все время Вот обобщены Вот все Девочки например Боятся вашего Костю Пришли на собрание Она говорит Кто хотел поговорить С мамой Маслюхиной Костей Мамы девочек Все на меня Так обернулись И отвернулись Никто не хотел Со мной разговаривать Потом она такая Одна такая Ой Можно я с вами поговорю Я подошла Я говорю Вы знаете У меня девочка Такая маленькая Она такая хрупкая Костя такой большой Вы пожалуйста Поговорите Что мы Аккуратно Не вопрос Я поговорил Я вчера пришла И сказала Кто следующий Нет следующий У нас просто был инцидент Когда он там Действительно себя Неправильно повел И я ходила К психологу Мы разобрали этот случай Все расковыряли Ну понимаете Бывает вот Один случай Другой случай Но когда вот Это самое Вот это вот мне говорят Все Я говорю Ну кто все А всех нету И вчера я на собрании Опять же убедилась Что всех нету Что все Я еще схожу С учителем физкультуры Поговорю Потому что она все время Вот учитель физкультуры Я поговорила Я поговорила с учительом На английском Обыкновенно он ведет себя Как обыкновенные дети Причем Все были так удивлены Один папа Мальчика сказал Говорит Костя Маслюхин Да вы что Говорит Костя Маслюхин У меня Мой сын Всегда Костю Маслюхина Защищает Потому что Он у нас пришел Вот в этот класс И его очень долго Не принимал класс И они его и били Они его дразнили У нас есть дразнилка Для Кости Он говорит Да вы что Мой сын А они действительно Подружились с этим С мальчиком Он все время Его защищает Потому что Костю поджидаются А школы там гоняют Еще что-то Она это не слышит Я говорю Вы понимаете Что ситуация Как бы бывает такая Что Ну Не то что там Все во всем виноваты А в конкретной ситуации Каждый кто-то Что-то во всем В чем виноват И нужно в каждой ситуации Разбираться Я не могу Она говорит Я не могу разбираться Он мне Он мне все время хамит Что значит все время Какие слова он говорит Я ему Ну должна что-то Ну я пришла Сказала Кость Ну ты будь вежливым С учителем Ты понимаешь Ты учитель Взрослый человек Ты должен уважить Ну это же общие фразы Они ничего не дадут Нужно разбирать конкретно В общем Как-то Это ни о чем Сходила на родительское собрание Вот Конечно Я с ним поговорю Я много разговариваю Понимаете А у нее такое Вот вы Чуть ли не занимаетесь Воспитанием Я не занимаюсь Я все время Ребенку Все объясняю И вчера пришла Опять мы про девочек А девочки очень нежные А ты вот эту книгу читаешь Ты видишь Какой у них возраст Что вы все меняетесь Что вы все Что ты сложный Что они сложные Что к девочкам нужно нежнее А почему нужно к девочкам нежнее Чем к другим относиться Я все это объясняю Когда я Вы знаете Я перед учителем стою Вот такая Как будто оправдаюсь Я ей говорю Я ему все объясняю Нет вы не объясняете Вы еще раз объясните Но еще раз объясню Я каждый день объясняю У нас каждый день разговор Это не то что там Потому что такие вещи Не выстраиваются в один раз Но если что-то в школе случится Я должна об этом знать Почему А у меня все время Вот я прихожу Она Вот когда-то там Чего-то там Вообще Я говорю А почему я об этом не знаю В общем Я не могу с ней разговаривать Я ходила к психологам Разговаривала С ней я могу разговаривать Мы с ней действительно Нашли точки соприкосновения Она дала какие-то конкретные рекомендации А здесь вообще Не знаю В общем ладно Девочки мои Я вот видите В каком состоянии Я ничего не снимаю Я сейчас хочу снять Новогодние игрушки Потому что там не будет звука То есть я музыку наложу И все Говорить я не могу У меня прям Я все никак не долечу Есть очень сильная ангина Вообще любая ангина Долго лечится А моя тем более Я каждую У меня это циклично То есть я каждый раз В одно и то же время года У меня происходит Вот когда говорят Там вирусы У меня Я ни с кем не общаюсь Почти не контактирую Ну конечно есть Около меня ни одного человека Не было Кто на меня бы чихнул И у него была ангина Я просто каждый год Ежегодно Вот эта вот смена сезона Я перехожу через ангину Всегда То есть это вот мой организм Уже вот так вот Переходит в зиму Я уже с этим смирилась И уже одним и тем Уже лечусь Ну в общем вот так Желайте мне удачи Конечно с Костей Я буду разговаривать Хочу с учителем физкультуры Встретиться Потому что Я вот например Не понимаю В шестом классе Значит устроили Игру вышибала И вот как раз Был последний вот момент Что почему мама Поговорила Вы знаете Говорит он стал вышибать И очень сильно Я говорю Так пацаны У них силища какая То есть 18 лет Конь Метр шестьдесят Парень И вот такая вот Маленькая девочка Выстрелили всех девочек На обстрел мечом По другому нельзя сказать Ну как мальчики Мальчики могут тихо кидать У них силища такая У них Они не могут контролировать И значит Команда мальчиков Против девочек И мальчики кидали Вышибалы Вышибая То есть они же А у мальчиков Как Я его спрашиваю Я говорю Почему ты сильно так кидал Он говорит А как по другому А как ты вышибешь По другому То есть Ну это сама игра такая Вот А потом Мама девочки Мне говорит Что извините Он мечом сильно кинул Он же не просто там шел Лежал мяч И он кинул мяч Они играли вышибалы Зачем организовывать Такую игру Если вы видите Что Мальчики В несколько раз Сильнее сейчас девочек И они так вышибут И слава богу Что ничего действительно не произошло Я считаю Что это вообще Неприемлемо Что Ну в чем Вот вина моя У ребенка Что он взял мяч Когда они играли Вышибал И вышибал Ну я не понимаю Я конечно извинилась Я с Костей поговорила Что уже в игры Нужно играть понарушку И всю силу не прикладывать Он Ну а как же мы выиграем Там понимаете То есть Ну вот как его увидеть Как В общем конечно я поговорила Вот о чем я хотела поговорить И поговорила Не знаю В общем Все Пошла откашливаться Прощаюсь с вами Провожу я сейчас там Марафоны конечно В инстаграме Ну хорошо что у меня Все отснято уже Ну вот сейчас нужно Поснимать к новому году У меня есть какой-то момент Опять меня пригласили Я почему еще хочу снять Пригласили на телеканал Мир Я не представляю Как-то я там С таким горлом Ну я там больше Молчать буду Не знаю Там делать что-то надо Не знаю соглашаться или нет Потому что вроде С одной стороны С Димой интересно было Он у меня просится Ему понравилось сниматься Вот А с другой стороны Вот это вот гоняться Не знаю Не приняла я еще решение Поеду или нет Если поеду То расскажу вам Вот Ну все Всем пока Целую Смотрите мои влоги Будем рассказывать Потихоньку В нашей жизни Да Вот Непростой Потому что Вот вы знаете Мне иногда Я почему не люблю Вот всякие темы Меня просят Про психологию И так далее Вот настолько Я вот Не готова еще К этому Рассказывать Вот может быть Когда я преодолею Какой-то вот Этап жизни Что у меня С ребенком У меня сейчас Такой сложный Перилл подростковый И я Не могу Об этом рассказывать Знаете Как воспитать подростка Вот про Гиперактивных детей Просят Ну что значит Как воспитать Я сама еще Расхлебываю Вот психологи Они знаете Они как теоретики Могут там Рассказать Там какие-то эти А вот По практике Когда Говоришь Объясняешь Ребенку Все рассказываешь Умоляешь Его Ты давай Там в школе Аккуратнее Друг с другом Каждый день И учителя им Это говорят И все равно Происходят какие-то события Не дай бог Там какие Вот Ты все понимаешь Все понимаешь Почему ты это делаешь Не знаю Вот Это ответ На этот возраст Просто вот Они действительно Не управляют Своими гормонами Сейчас И девочки И мальчики Девочки Видят Что они Слабеют А им Не хочется Быть слабым полом Из-за этого Они начинают Капризничать И обращать внимание На себя И жаловаться Вот они как раз У нас в таком периоде Жаловаться И мама девочки Одна Она Когда учитель Там что-то сказал Она говорит А моя не жалуется Ну вот Ваша там тоже Она говорит Да вы на сто раз Поделите Что сейчас Говорит моя девочка Он говорит Вы что У них уже Сейчас Говорит Такой период Она Понимаете Она говорит Вы что их слушаете Ну и что-что Жалуются Они все время В нытиков Каких-то Там уже Превращаются То есть Ну все время Плачут И То есть Как к мамочке Ходят Вот по каждому поводу Да Она говорит Да вы на сто разделите Говорит Я свою дочь Что-то знаю Говорит Что правда Что неправда И как между собой Вот ты рядом Будешь стоять Между собой Увидишь конфликт Между двумя детьми И ты начнешь Разбираться Дети Но я же видела Ты вот это сделала А ты вот это сделала Вы услышите Такие версии Происходящего Это вот Потому что Ну я же разбирала Конфликты Видела И во дворе И вообще Между детьми Очень часто Это все бывает Постоянно И не на твоих глазах Ты видишь Что кто виноват Потому что Вот ты видишь это Но Два участника конфликта Они оба не виноваты Это так вот Бывает оба Так что Заболталась Ну давайте Мои хорошие Продолжение следует...